А в Карагандинской области, в поселке имени Габедена Мустафина, пострадавшим от паводков больше всего, сегодня залили первый фундамент. Новые дома появятся на месте старых. Людям уже представили проекты будущих построек. Однако рассчитывать на новостелье смогут не все. Выяснилось, что многие сельчане не имели документов на дом и землю. О жизни после паводков Людмила Батюшкина. Лизка, Лизка, ты жива? Иди сюда, моя девочка. В доме Юлии Малышевой рухнули все перегородки. Дом держался только на мебели. Утонули 11 свиней и 4 коровы. Спасли только двух телят и поросят, которых успели поднять на чердак. И сами едва выбрались. Туда зайти невозможно, наверное, сейчас. Это было три недели назад. Сейчас Юлия Малышева с семьей живет в арендованной квартире. Все затраты обещает компенсировать Акимат. А сегодня жителям презентовали пять эскизов новых домов. Показали проект дома, что дом красивый действительно будет, благоустроенный. Так что, конечно, радуются. Хочется сказать спасибо за все, что не бросили в беде. Первую лопату бетона фундамент строящегося дома закинул глава региона. Всего по области пострадали более двух тысяч домов. Большая часть из них в Бухаржираусском районе. Аварийными уже признаны более 350 строений. Но по мере высыхания каждый день в негодность приходят новые. В поселке имени Габидена Мустафина на снос согласились больше половины владельцев аварийных жилищ. Те, кто надеется сам восстановить свои дома, получат денежную компенсацию из бюджета. А у владельцев 23 домов не оказалось документов на строение и землю. Пока выход видится только один. Это за счет мобилизации спонсорских ресурсов. Потому что бюджетное законодательство таким не позволяет выделять финансирование. 52 дома уже снесли. Пока подрядные организации начинают строительство за свой счет. Но власти обещают финансирование в полном объеме. Хотя и не отрицают, что часть денег спонсорская. На строительство домов возмещение ущерба потребуется, по предварительным данным, 3,5 миллиарда тенге. Почти столько же уже запросили власти региона на восстановление дорог и мостов. Ущерб составит около 10 миллиардов. Однако, по словам Акима области, на полное восстановление дамп и водоотводных систем вокруг населенных пунктов может понадобиться свыше 50 миллиардов тенге.